Я снова в Агаэте. Красивые пейзажи маленькой белой деревушки, возле которой расположены могильники древних. Вдали видны русский флаг, мексиканский флаг, американский флаг. Интересное место. Городок находится на северо-западе острова Гран-Канария. Очень милый, мне очень нравится. Он ушел в тексты, тут указан на этом постере, что в 19 веке бывали такие персонажи, как Оливия Стоун, которая написала чудесную книжку о своем путешествии в конце 19 века, которая называется Тенерифе и его шесть спутников. И французский антрополог Рене Верно, который написал пять лет присутствия на Канарах. Интересно. Они тут упоминали Агаэты. Очень интересное местечко с океаном. И вот тут есть на берегу этого океана, на набережной монумент чудесный местным поэтам. Поэты изображены, можно сказать, в классической позе. Очень прикольно, очень прикольно. Поэты, поэты, поэты и сатиры. Вот некий Алонсо Кесада написал, по-испански тут написано, Эль Пуэрто Далас Невес, Солитарио Элехано, Хунта Унос Рокос Негрос. Деревня Снегов, одинокая и отдаленная, находится возле черных скал. Красиво, красиво, красиво. Что сказать и романтично. Романтики и поэты. Конечно, их вдохновлял прекрасный океан всегда. Прекрасный океан. Грохочущий и бесконечный. Что мне больше всего нравится в этой набережной, так то, что она украшена знаками аборигенов. Это интересно. Все это знаки из печати аборигенов, которыми обозначали свои роды. Очень забавно. Треугольнички, квадратики, кружочки. Это был народ, который преклонялся перед геометрическими формами. Аборигенов перлогеометрия. А меня привел этот бесконечный океан. С его силой, мощью и космичностью. Продолжение следует.